Добрый день. Вы искали лечебное голодание? Прекрасно. Я врач-фитотерапевт-диетолог Борис Качко. Подскажу вам, как использовать эту систему питания для улучшения вашего здоровья. Итак, что вы делаете во время лечебного голодания? Вы исключаете все продукты питания. И что очень важно для меня? Вы исключаете те продукты питания, которые я классифицирую как гастрономический мусор. Если вы после выхода из голодания будете эти продукты игнорировать и дальше, я вас уверяю, уровень вашего здоровья будет неуклонно повышаться. Что еще делаете во время лечебного голодания? Вы вынуждены употреблять больше воды. Да, вода это естественный, единственный продукт питания, который у вас остался, которым можно давить чувство голода. То есть вы можете таким образом дольше находиться на этой системе. Очень важно качество воды. Вы видите вот эту картину. Это Венеция. И вода там... Здание красивое. Архитектура прекрасна. Единственное, что качество воды очень сомнительно. И такую воду нельзя вводить в свой рацион. Почему? Потому что очень легко пострадать. Очень легко нарушить работу почек. А через них и всего организма. Поэтому вода должна быть высокого качества. Тогда лечебное голодание будет происходить оптимально. Что говорят о том, для чего делается лечебное голодание? Ну, основная цель – это попытка разрушить старые, больные, изношенные клетки, которые мешают эффективной работе вашего организма. Цель интересна. Но в первую очередь, организм разрушает не эти клетки. Он до них доберется, но значительно позже. В первую очередь, разрушается мышечная ткань. И уходит белок из клеток иммунной системы. То есть, если вы до лечебного голодания, примерно полгода мытарили себя в тренажерном зале, накачали мышечную массу, ну, за недельку лечебного голодания вы ее существенно спустите. Она уйдет у вас, потому что вам нужны белки для работы, вам нужна энергия, вам откуда-то нужно ее брать. И мышечная ткань сдуется легко и просто. Одновременно разденется и иммунная система. И вот здесь вот я не знаю, насколько это полезно любому человеку, потому что обычно идут не с надежными, с крепким иммунитетом, а с таким слабеньким иммунитетом. Я уже говорю про людей откровенно больных. насколько им полезно вот такое вот отношение к своей иммунной системе. Только после этого, после того, как у вас исчезла мышечная ткань или существенно уменьшилась, и иммунная система стала работать не очень хорошо, только после этого организм действительно добирается до вот этих старых больных изношенных клеток. И вы получаете бонус. Старые клетки ушли, на их место появились молодые. И получается как? Биологический возраст средний ваших клеток действительно стал меньше. Вроде как биологический возраст вашего организма уменьшился, то есть вы типа помолодели. На самом деле, вот этот тактический выигрыш во время лечебного голодания это серьезный стратегический проигрыш на всю оставшуюся жизнь. По одной простой причине. Каждая клетка, хотим мы того или нет, она имеет определенный запас прочности по делению. И в среднем клетка может делиться примерно 80 раз. При каждом делении клетки есть такой фермент теломераза, она обрезает кусочек хромосомы. И когда клетка поделилась примерно 80 раз, генетического аппарата для ее активности не хватает, клетка не может жить. Ну, простой пример из жизни. Вы купили компьютер, у которого оперативная память примерно 1 гигабайт. И представьте себе, при каждом выключении компьютера вредоносная программа отрезает у вашего в оперативной памяти по 10 мегабайт. Проходит 80 делений, 800 мегабайт вы отрезали, потеряли. Вы включаете, а компьютер вам пишет. Недостаточно оперативной памяти для запуска системы. И все. И ваш компьютер можно использовать как подставку для цветов, можно использовать как средство для уничтожения мух. Их можно будет бить на стенках. Этим компьютером лучше это просто будет уже груда железа или пластмасса. Поэтому это очень интересный момент и не стоит этим заниматься. Что еще вы получаете? Потому что плюсы уже закончились. Вот эти сомнительные плюсы, которые вы получили. В принципе, кто вам мешал гастрономический мусор убрать до лечебного голодания жить хорошо? Кто вам мешал увеличить количество жидкости в своем рационе? И тоже обеспечивать работу почек как в выделительной системе. Потому что когда вы на лечебном голодании, так называемом, пьете больше жидкости, у вас токсины, образующиеся в организме, выводятся через почки в активном виде. В обычном, правильном питании, когда у вас работает еще и печень, печень может не только вывести сама токсины, но и те, которые она отправляет по кровотоку для выведения через почки, она их обезвреживает. И вы на правильном питании, добавляя жидкость в свой рацион, вы через почки выводите неактивные токсины. Разница простая. При правильном питании ваши почки работают хорошо, а при вот таком экстремальном токсины разрушают почки, и вы активно идете в почную недостатусность. Поэтому это очень нехороший момент, который умалчивают, рассказывая о пользе лечебного голодания. Что еще вы получаете? За ненадобностью на примерно пятые сутки выключается ваша пищеварительная система. То есть идет сброс пищеварительных ферментов в просвет кишечника, потом эти ферменты всасываются в кровь и используются как источник энергии. То есть те ферментные системы, которые помогали вам до лечебного голодания, переваривать любые продукты, включая не жареные гвозди, эти ферментные системы разбираются, а потом вам нужно будет кропотливым трудом, разнообразным питанием постепенно вводить свой организм в расчете на то, что они переварятся, какие-то аминокислоты новые придут в секреторные железы, из них будут вырабатываться белки, которые будут опять-таки помогать вам переваривать пищу. Ну чем вам эти сложности? Что еще проблемного в лечебном голодании? Вот те больные клетки, которые в принципе могут разрушиться и на приличных сроках лечебного голодания разрушаются, они стали такими по одной простой причине. Потому что вы на протяжении определенного отрезка жизни питались неправильно, дышали воздухом экологически грязным, как правило, воду пили, ну любого качества, может быть и такого, и у вас клетки переполнились всем этим добром. Как только вы их используете как источник энергии, все это добро, естественно, выходит в кровь. При этом мощный фильтр печени не работает, потому что примерно на пятые и седьмые сутки идет выделение зловонных масс из кишечника. Вот это индикатор, что до этого печень еще кое-как пыталась очищать вашу кровь, после этого она выбросила белый флаг и уже кровь не очищает. Вот это все добро, попадая в кровь, обезвреживать его некому. А как вы думаете, если свободный канцероген, вышедший из старой больной клетки, пришел к молодой ненаученной клетке, которая не знает, как еще правильно работать, и встроился ей в хромосомный аппарат, и подействовал на ее ядро, и вынуждает ее активно делиться. У вас получается зачаток опухоли. Да, вы очищали лечебным голоданием свой организм, а теперь у вас включился счетчик, лет через 12-15 вам нужно зайти к онкологу и провериться, есть у вас образовалась опухоль после лечебного голодания или не образовалась. Это очень серьезная система. Вы знаете, когда автор пишет на иностранном языке, а потом переводят на другие языки и говорят, что это классная система. Знаете, есть очень хорошее такое выражение, на Украине его хорошо знают, бабы с возу кобыли легче. Так вот, если ее перевести, вот эту пословицу, на английский язык и обратно, то уже получается совсем иное. Получается, леди, выходящая из тарантаса, облегчает собственный вес тарантаса. Причем меняется акцент. В первом случае облегчали жизнь лошади, а в втором получился вдруг тарантас. Беспокоимся о тарантасе. Извращается смысл. Поэтому, когда лечебное голодание предлагается, как такая вот всеобъемлющая от всех заболеваний помогающая система, можете попробовать. Я вам свой опыт в этом плане дал. Я больше 25 лет работаю врачом. Опубликовал уже почти 50 книг и брошюр. Я немножко знаю, что такое здоровье и где оно берется. Здоровье берется в правильном режиме, в правильном рационе питания, который соответствует вашему образу жизни, вашему полу, вашему возрасту, сезону года, динамике изменения погодных условий. Очень много факторов диктуют вам изменять рацион и режим питания. Если вам это удается, вы остаетесь в состоянии здоровья. Если не очень удается, вы начинаете болеть. И пока вы своему организму не организуете правильное питание, он имеет право работать не так, как вы хотите. Если у вас есть автомобиль, в паспорте прописан 98-й бензин, если вы зальете солярочку советских времен, да, классное топливо, но не подходящее для этого автомобиля. Что он будет делать? Примерно то же самое. Точно так же ездит и ваш автомобиль. Только стоимость железяки на колесах и вас лично разная. Вы знаете, не экспериментируйтесь, не играйте. Вот тут у меня игрушки, вон вы видите за моей спиной. Не играйте со своим здоровьем. Это очень опасная для здоровья, а часто и для жизни процедура. Относитесь к своему здоровью бережно. А если вы хотите знать, что такое правильное питание, что такое режим, рацион питания, как их сложить именно под вас, вы видите контакты, обращайтесь.